Итак, всем привет! Меня зовут Семен, это Grand Line Питер и сегодня мы с вами поговорим об опасностях. Об опасностях про течки кровли и о том, что на кровле есть узлы, которые нуждаются в дополнительной защите. Именно там применяется кровельный герметик. Итак, первое. Это яндово. Яндово один из самых опасных узлов для протечки, потому что в дождь там скапливается достаточно большое количество воды, а зимой там скапливается достаточно большое количество снега. Так вот, для металлочерепицы, к примеру, мы рекомендуем с помощью герметика обработать перехлёст между планками нижней яндовы, особенно при малых углах наклонах кровли. А вот, например, для кликфальца герметик мы используем в тот момент, когда присоединяем соединительную планку к картинам, которые используются в яндове. Второе. Герметик пригодится нам при монтаже проходного элемента. Некоторые производители кладут его в комплект, некоторые нет, можно закупить его отдельно или взять сразу из коробки, но так или иначе важно обработать герметиком проходку по ободу. Именно герметик отвечает за плотное соединение кровли и проходки, которые не будет пропускать воду. Третье. Это, конечно, водосток. Мы рекомендуем применять герметик на соединителях желобов и заглушках для достижения максимальной герметичности всей водосточной системы. Четвертое. Это узлы примыкания. Как примыкания к стене, так и примыкания к трубе. Наравне с яндовой это одни из самых опасных для протечек узлов. И поэтому именно там мы также рекомендуем применять кровельный герметик. Пятое. Это карнизный узел. Здесь мы применяем герметик, к примеру, для того, чтобы приклеить гидроизоляцию к капельнику, тем самым надежно их соединив между собой. Шестое. Герметик пригодится нам для обработки продольных и поперечных стыков профилированных изделий, включая металлочерепицу. Этот прием применяется в тех случаях, когда мы монтируем профилированные изделия на угол наклона от 6 до 12 градусов, где есть высокий шанс затекания воды в перехлёст между листами. Также герметик применяется при поперечном нахлёсте картин-клейк-фальца между соединительной планкой и накрываемой картиной. А если вы в чем-то сомневаетесь, помните, вам просто нужно немного больше герметика, чем обычно. На сегодня это все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш информационный канал. Конечно, пишите в комментариях под оригинальным видео, что вы по этому поводу думаете, и там же предлагайте темы для новых роликов. Всем удачи!